Приветствую вас, Томар. Если вы хотите с человеком отношения наладить, то я полагаю реагировать на обиды будет не лучшим образом, потому что обида по сути за своей манипулятивная модель поведения, призвана вызывать чувство вины. И вам чувство вины не будет полезным в вопросе гармонизации отношений, если мы ставим, словно говоря, во главу угла именно это. Впрочем, мне кажется, что признание мужу того из общей массы его недовольства, что вы менять не собираетесь, сыграло бы здесь на руку. Конечно, при том обязательном условии, что человек на самом деле хочет вернуться в семью. То есть, словно говоря, если мужчина решил, что все, он не вернется больше, в семью он ушел и так далее, но в этом решении его никто не переубедит. И как бы вы себя не вели, это невозможно сделать. Но если человек демонстрирует обиды, то, скорее всего, здесь речь больше про то, что я хочу, чтобы у меня, ну, как-то, знаете, какой-то такой, такая компенсационная больше история здесь. Вот. И, ну, это очень важный момент на самом деле. Вот. Когда человек вроде бы говорит одно, а, ну, по факту, там, получается немножко тут другое. Вот. Ну, совсем другое. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, эм, очень важно, чтобы вы, э, ну, демонстрировали свою позицию, э, ну, демонстрировали то, что, э, э, с одной стороны, вы, э, умеете, хотите и можете заботиться о другом человеку. Это важно достаточно, на самом- на самом деле. Вот, на самом деле, это в этом месте, потому что, ээээ, это перекос, а, то ли ну, ээээ, в сторону, вызовет, соответственно, деструктивную историю. Да, но не деструктивную историю, безусловно. Такой вот момент. Вам здесь самое главное не поддаться через свой вины и брожать, то что вы хотите настаивать на свою позицию, ну и учитывать интересы вашего мужа, которые по какой-то причине, я прошу заметить, наверное, не самые незначительные, бы давали ему ровно столько любви, сколько могли дать кастук. То есть очень важно сохранить себя, очень важно не поддаться на вот этой вот истории, когда вам пытаются завязать, что вы должны больше. Понимаете? Больше вы не должны, не должны и не можете больше. Другой вопрос, конечно, если вы могли больше, но какой-то причине, вам этого не хотелось сделать. Вот, это уже другой, 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 немножко, немножко момент, момент. Вот. Такая вот история. Более подробно научить, научить вас вести себя такого рода ключи. ключи. Но они будут в рамках терапии, вот в рамках психотерапии, если у вас есть желание. Ну я, надо сказать, я не очень понимаю, я не очень чувствую Россия состояние. Мы, а мы, сам, сам, как от нас к тому, что происходит вы сами, чего хотите в этой ситуации, вот в этой конкретной ситуации, чего вы хотите. Потому что, ну, в зависимости от этого уже можно исходить. Если вы хотите там меняться, да, это одно, тут тоже важно меняться. Для чего? Для кого, точнее. Для меняться можно, там. Для себя можно меняться, ну, можно меняться, там. Для другого человека. Вот второе, оно более опасно. Так что, там, вам нужно с этим определиться, как мне кажется. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И, на последок, я могу предложить вам, между вам и вашим мужем, разыграть такую следующую небольшую игру. Вы же знаете, что его недолюбили, недолюбили, недоплынили. Вот. Предложите ему, глядя вам в глаза, сказать, чего он хочет. Ну вот. Как вам проявить любовь? Как вам, в чем? Вам его понять. Если скажут, если вы увидите его чувства в этот момент, чувства будут позитивные, чувства будут искренние, трогательные, чувства, то он, ну, шанс сохранить семью еще будет. Если начнется открыт, вот, и защитная реакция, типа, да что тебе говорить, да зачем это надо, и так далее. Вот. Что здесь означает, что, либо вы рекомендуете обращаться к психологу, что будет разумно, если вы хотите сохранить семью, или ему разобраться по себе, вот, или все ваше отношение. На этом этапе можно назвать завершенными, потому что, ну, преодолевать защитную реакцию – дело неблагодарное. В том смысле, что это очень большой рождает плацдарм для манипуляции вами, вот. Такая вот история. Удачи вам, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok